Здравствуй, Верхнекомье! Начнем с новостей из Губахи. Накануне там местной прокуратурой был выявлен ряд нарушений в сфере пожарной безопасности в психоневрологическом интернате. Портал Медиакуб сообщает, из явных недочетов срок службы системы противопожарной безопасности просрочен. Кабинеты ответственных сотрудников и дежурные посты не имели стационарных телефонов для связи с экстренными службами. Также в учреждении не проводились инструктажи и занятия, позволяющие отработать действия при обнаружении на объектах посторонних лиц и подозрительных предметов. По итогам руководителю учреждения внесено представление двух сотрудников, привлекли к дисциплинарной ответственности. Далее новость краевого уровня. В Прикамье до конца определились с тем, у каких школ благоустроить территорию в ближайшие два года в рамках проекта «Школьный двор» региональной программы «Комфортный край». Таким образом, в список вошли две школы поселка Яева, три школы из Горнозаводского городского округа, четыре школы из Губахи и два Кизеловских образовательных учреждения. Сейчас школам-победителям нужно до 24 апреля представить дизайн-проекты в Краевой Минобор и защитить их перед экспертной группой. А в Гремячинске на базе Дома детского творчества прошел слет трудовых отрядов «Будь в топе». В Гремячинске собрались участники организации «Российские студенческие отряды». Цель мероприятия – повысить интерес к труду и привить ответственное отношение к выбору профессии. По итогу встречи ребята загорелись идеей создать трудовой отряд подростков у себя в округе. Рубрику «Верхниками» и сегодня подготовили Евгений Казанцев и Степан Некрасов.